Разные периоды творчества, как известно, бывают у художников, скульпторов, бывают они и у оперных певцов. Причем речь идет не об изменении тембра голоса и соответствующей корректировке репертуара. Изменения в репертуаре могут быть продиктованы иными, почти философскими причинами. Об этом шел сегодня разговор в этой студии. Это рубрика «Худсовет» и я, Лада Аристархова. У нас в студии Дмитрий Хворостовский. Дмитрий, ну вы неоднократно пробовали себя в неакадемических жанрах, с успехом исполняли песни военных лет, все это прекрасно помнят. И русские народные песни даже сотрудничали с Игорем Крутым. На сей раз песни советских композиторов, то есть более широкий такой лирический, скажем, спектр. Чем они вас привлекли и какая сложность в их исполнении? Ну это в принципе огромный культурный классический пласт нашей истории, нашей песенной истории прежде всего, конечно. И для меня это в свое время при записи была определенная задача, как бы воплотить в жизнь то, что я знал и помнил, то, что я чувствовал еще ребенком, мальчиком. Это то, что напевала, любила напевать моя бабушка, то, что пела, любила петь мой отец. И в общем в этом отношении для меня эта запись была какой-то своего рода дань, что ли, прошлому, дань своим родным. С другой стороны, конечно, профессионально это очень интересно и такой определенный профессиональный вызов, когда, ну все говорили про Муслима Магомаева, допустим, что это наш советский сенатор. Да, по-своему, конечно, такой человек, как Муслим Магомаев, конечно, был совершенно, ну, находился на невероятной высоте, как популярный певец, ну, человек, который обладал великолепным баритоном классическим. И для меня это тоже своего рода был пример. А я знаю, что вы готовите и новую программу песен военных лет. Несколько слов скажите об этом, ваши поклонники очень ждут. Вот в следующем году будет большая дата с Великой Отечественной войны. И, конечно, каждый из, ну, отдающих себе отчет артистов, музыкантов думает об этой дате. Тем более, что несколько лет тому назад я сделал первый свой диск с военными песнями. И я знаю, насколько удивителен эффект, что ли, от исполнения этих песен. Не только в нашей стране или в странах русскоязычных, но и совершенно нерусскоязычных. В таких песнях заключен какой-то определенного рода, что ли, код боли, что ли. Который понимается совершенно уже не на лингвистическом уровне. Тем более, что огромное количество популярных и прекрасных и гениальных совершенно песен еще осталось незаписано мной. Но в вашем репертуаре есть и другие редкие вещи. Например, камерная музыка Сверидова и Шостаковича. И вы отваживаетесь исполнять ее и не в России. В частности, вот недавно... То есть, конечно, а где же еще? Странный поворот. Как реагирует публика? Ведь и текст, и музыкальная ментальность, все другое. Все-таки текст в некотором роде, я это не утверждаю на 100%, но я настаиваю на этом, текст оричен. Когда... Стоящим музыкантом. Музыка, да. Я считаю, что музыка первичная. И когда текст вкладывается в музыкальную канву и вкладывается в твои уста, уста исполнителей, появляется еще третий фактор. Поэтому текст может даже отходить на третий план. Вот в чем секрет. Еще в 2005 году вы совершили большое, можно сказать, историческое турне по городам России. И с тех пор довольно регулярно ездите по стране. Вот как вы приспосабливаетесь, наверное, к не очень теперь уже привычным для вас условиям российской глубинки, к атмосфере культурной? Я к этому отношусь очень хорошо, потому что для меня, по-моему, нет лучшего, чем петь перед своими соотечественниками. Неважно, где они находятся и какого качества зала, какого качества, я не знаю, там инструменты находятся, там рояль и так далее. Главное не в этом. Большое спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был Дмитрий Хворостовский.